Сегодня внимание всего мира приковано итогом референдума в Великобритании. Страна проголосовала за выход из ЕС. Развод с Брюсселем выбрали почти 52% жителей Туманова Альбиона. Теперь начнется переходный период. По разным оценкам он займет от 5 до 7 лет. Коррекции подвергнутся много законопроектов, правовых актов, технических стандартов. Евроскептики ликуют, а премьер Кэмерон принял решение уйти в отставку. Вот даже погода улучшилась. Знаете, я стал евроскептиком еще 25 лет назад. Вот сейчас более 17 миллионов выбрали Брексит. Это победа простых людей, людей порядочных. Это победа в борьбе против банков, корпораций и политиков-тяжеловесов. Я буду делать все, что могу, как премьер-министр в ближайшие месяцы. Но я не думаю, что будет правильно для меня быть капитаном, направляющим нашу страну в следующий пункт назначения. Я убежден, что это в интересах нации. С моей точки зрения, мы должны получить нового премьер-министра на конференции партии консерваторов в октябре. Не буду скрывать, что ждал и желал иного результата референдума. Я прекрасно понимаю серьезность и драматичность ситуации. Невозможно предсказать политические последствия Брексита. Решение британцев выйти из состава ЕС ни в коем случае не должно стать поводом для панических настроений. Все, что не убивает нас, делает нас сильнее. Уже известно, что лидеры стран ЕС обсудят итоги британского плебисцита во вторник. А в эти минуты в Брюсселе проходит экстренная встреча руководителей институтов Евросоюза. Продолжение следует...